МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева здравствует тем. Сегодня в крае отмечают День славянской письменности и культуры. В память о христианских просветителях Кирилле и Мефодии в Барнауле запланировано сразу несколько мероприятий, сообщает официальный сайт правительства региона. По традиции праздник проходит как песенный форум. В этом году вся Россия в один день и час поет вдоль Папитерской, Севастопольский вальс, Алеша и другие песни отечественных авторов. Первый концерт проходит в эти минуты у храма Иоанна Богослова. Здесь выступают артисты симфонического оркестра краевой филармонии, мужского вокального ансамбля, хора Покровского собора и других коллективов. В 15 часов в Музее истории, литературы, искусства и культуры пройдет встреча, посвященная 75-летию пребывания на Алтае поэта Николая Заболоцкого. В мероприятии примут участие делегация из Ребрихинского района, прозаики, поэты и просто ценители русской литературы. А в 18.30 русский камерный оркестр Барнаула выступит в концертном зале на проспекте Комсомольском 108А. С 1 июня жители края, как и других регионов страны, начнут получать новые квитанции за коммунальные услуги, сообщает газета «Бийские рабочие», о чем пишут журналисты других изданий «Сибирской медиагруппы». Далее в кратком обзоре. Но сначала чуть подробнее о коммунальных квитанциях. Журналисты «Бийского рабочего» поясняют, в новых платежках будет больше информации. В них включат размер повышения платы, сумму долга и пеню, данные о штрафах управляющей компании или ТСЖ. Также в квитанциях укажут идентификатор платежного документа и единого лицевого счета для оплаты услуг онлайн. Отдельными строчками пропишут расчет за содержание общедомового имущества. По каждому виду ресурса можно будет увидеть тариф, потребленный за месяц объем и итоговую сумму. Отметим, что в июне коммунальные услуги не подорожают, но они вырастут со второго летнего месяца. А вот такое новшество, как электронные больничные, слабо приживается в Крае, утверждает газета «Комсомольская правда» Барнаул. Электронные больничные, как альтернативу печатным бланкам, ввели год назад для упрощения процесса получения выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Но пока больничные в электронном виде предпочли немногие. За прошлый год чуть больше 6 тысяч земляков. При этом в том же 2017-м в Крае оформили 630 тысяч привычных бумажных бланков. Как выяснилось, новшества не особо жалуют люди старшего поколения, которых в Крае большинство. Они допускают, что компьютер может сломаться или произойдет сбой в программе. И больничные в итоге не оплатят. Специалисты фонда соцстраха уверяют, что все опасения напрасны. Почему? Читайте в «Комсомольской правде». Подробности юбилейного шукшинского кинофестиваля сообщает Политсибру. Его корреспонденты в частности написали, что в состав жюри Всероссийского культурного мероприятия, которое пройдет на Алтае в 20-й раз, войдут киноведы, режиссеры и сценаристы из Барнаула, Новосибирска и Москвы. Возглавит жюри известный российский киновед Валерий Фомин. В состав жюри войдут народный артист России Аркадий Инин, кинорежиссеры Владимир Кузнецов и Александр Новопашин, заслуженный работник культуры страны Анатолий Фукс. Добавим, что кинофестиваль пройдет с 24 по 28 июля в рамках шукшинских дней на Алтае. Елена Макаренко, Наши новости. Движение троллейбусов по улице Юрина в Барнауле удалось возобновить только сегодня. Рано утром сотрудники Горэлектротранса устраняли последствия аварии, которая произошла накануне. На оживленном перекрестке была полностью повреждена контактная сеть. Провода лежали на асфальте. Во время падения подвесного оборудования пострадали 4 автомобиля и 1 автобус. По сообщению специалистов, Горэлектротранса серьезный порыв сетей произошел по вине водителя технического транспорта Барнаульской теплосетевой компании. Недалеко от перекрестка специалисты компании проводят перекладку труб. По непонятной причине водитель забыл сложить стрелу и начал движение. Движение трамваев удалось восстановить через 2 часа после аварии троллейбусов только сегодня утром. В Барнауле завершился творческий фестиваль студенческих отрядов. Края ежегодное мероприятие считается самым важным накануне летнего сезона, а готовятся к рабочему лету строители вожатые проводники исключительно с песней и танцем. Подробности у Анастасии Дороган. Как фестиваль встретишь, так сезон и проведешь. Такое негласное правило в кругу студотрядов. Весенний конкурс творчества – своеобразный итог подготовки к летнему сезону. Это показатель сплоченности, ведь готовятся к фестивалю отряды в обновленном составе вместе с новичками. А на сцену поднимаются самые достойные и креативные. Так называемые веревки, марионетки. Те ребята, те лучшие, на которых строится весь фундамент, строится отряд. Ребята приходят кто-то за заработком в отряде, кто-то за эмоциями, кто-то за друзьями, а кто-то, рвне со своих старших вожатых, приходит в отряд и хочет быть таким, как они. Студенческие отряды – визитная карточка Алтая еще с 70-х годов прошлого века. Сейчас в крае их 59 – строительные, педагогические отряды проводников. Именно в них студенты разных вузов получают свои первые профессиональные навыки, которые часто далеки от специализации. А еще бойцы учатся петь, танцевать и не боятся пробовать новое. Тут идет больше строение личности своей. Любил петь, ты отлично рисовал. И тут ты можешь это проявить и занимать какие-то места и прочее. Я считаю, что это больше площадка для саморазвития. Развивают здесь и настойчивость, находчивость, неравнодушие. Все бойцы – волонтеры, в год добровольцы эту тему здесь не обошлись стороной. Как и год комиссаров, объявленный в студотрядах России. К слову, комиссары – это те, кто отвечает за настроение бойцов. Сегодняшние номера – тоже их рук дело. Как говорит директор краевого штаба Евгений Якунин, Алтай всегда считался кузницей комиссаров. И неспроста наши бойцы нередко приводят знамя всероссийских слетов. У нас есть то настоящее в людях, та неподкупность, наверное, каким-то идеям. Мы не делаем за формальность, за галочку, за что-то. Это идет от души, это идет от сердца. И за счет этого, конечно же, есть такие успехи у нас. Бойцы отмечают, удивить жюри все сложнее. Поэтому номера становятся более изобретательными. К примеру, Монолит взял победу в танце, обуграв борьбу с семью смертными грехами. Самым оригинальным признали отряд Ювента. 22-й регион лучший в песне с Альвеек в агитбригаде. Фестиваль завершен. Наступает время побед в третьем трудовом. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости. Накопить на желаемое удается не всегда оценить преимущество покупок в кредит под залог, предлагает Банк Восточный. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы спросить у горожан, каковы их представления об идеальном кредите. Больше срок и меньше процентов. Такой оптимальный вариант. Чтобы проценты поменьше были. Идеальным, если я его представляю, самый мизерный процент, чтобы люди могли себе купить квартиру. И действительно, для достижения мечты каждый из нас рассчитывает на сниженную процентную ставку и комфортные условия кредитования. Своё мнение об идеальном кредите высказали и представители банка. Идеального кредита, наверное, не существует. Но мнения наших горожан, конечно, в целом верны. В кредите важны большая сумма и низкая процентная ставка. И такой продукт в Банке Восточном есть. Мы готовы предложить кредит под залог недвижимости, где сумма может достигать 30 миллионов рублей под ставку 9,9 годовых. Кредит под залог – распространённый вариант кредитования. Причина кроется в широком спектре возможностей. За счёт большей суммы одного кредита достаточно для решения сразу нескольких вопросов. Крупные покупки, отпуска, ремонты, решение дачного вопроса. В общем, практически всего. То есть нет необходимости оформлять несколько кредитов на разные цели, когда есть один, и по доступной ставке. Это возможно как раз за счёт того самого залога. Залогом может служить любая недвижимость – квартира, дачный участок, частный дом. При этом в собственность банка имущество не переходит. Самое большое опасение, что ваша недвижимость больше не будет вашей. Тут стоит сказать, что банк не собирается выселять своих заёмщиков. То есть вы оформляете кредит под залог и продолжаете так же жить в своей квартире, как и прежде. Просто у вас теперь есть сумма достаточная, чтобы отремонтировать ваше жильё, купить туда новый телевизор, холодильник и вообще всё, что вам необходимо. Узнать подробные условия о кредитовании под залог вы можете в ближайшем офисе Банка Восточной. А теперь о погоде. Спонсор прогноза погоды компании «Валар». Думаете, худеть во сне – это только мечта? Турбослин день-ночь впервые помогает худеть не только днём, но и ночью. Турбослин день-ночь. Усиленная формула. На большей территории края дождь весит западный умеренный в Барнауле до 11 со знаком «плюс». Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.